Танк Т-42 Танков было немного, там около 10 машин и сделаны они были на базе легкого танка М-37, который был уже сделан после Чаффи, но благодаря вот этому танку Т-42 были сделаны такие танки как Т-69, именно потому что на базе Т-42 был Т-69, только вот с этой вот новой башней и барабаром заряжания. Такой танк как М-47 Паттон-2, такой танк как М-41 Вокер Бульдог, то есть этот танк сильно повлиял, хотя он серийно не выпускался, он скорее был просто переходным. Таким же он и будет в игре, хотя понравится он довольно-таки многим людям, я думаю тем, кому нравятся Амеры, кому нравится, что у вас хорошо пускается орудие и что у вас есть хороший обзор, естественно понравится этот танк. По сути это тот же Т-69, только с башней от первого Паттона, который М-46. Ну а сейчас я вам расскажу за характеристики этого танка и вы уже решите будете ли выкачать эту ветку, когда она выйдет и вообще узнаете что-то новое для себя. А если вам будет интересно, ставьте лайки. Ну во-первых у нас первая характеристика, это как всегда прочность. Она будет скорее всего в районе 1350-1450 единиц. Ну по сути, исходя из того, что у нас у Першинга 1440 единиц прочности, а у Т-69 1350, можно предположить, что у М-42, ну точнее Т-42, будет скорее всего все-таки больше прочности, потому что обычно барабаны почему-то дают меньше прочности, я не знаю честно говоря. Вот и мне кажется, что здесь все-таки будет ну хотя бы 1400, а возможно даже больше. Касательно массы, это будет 37, точнее 33 и 7 тонн. Немного, даже я бы сказал мало, танк легкий, но по сути он разработан на базе легкого танка, поэтому здесь динамика будет очень хорошая. Конечно она не будет такой же как у Чаффика, но будет реально хорошая. И кстати говоря, есть такой вариант, что эта ветка будет не с Шермана Джамбу, а с Чаффи, который перенесут на 6 уровень. Ну вариаций много, я вам расскажу за вариацию и с Чаффиком, и с Шермана Джамбу, но это уже позже. Дальше у нас максимальная скорость, 51 км в час, ну довольно таки хорошо, я бы сказал даже очень хорошо. Кстати говоря, не совсем 51, а 51 и 2. Двигатель здесь 500 лошадиных сил будет, может быть добавят какой-нибудь еще, ну скорее всего будет топовым именно 500 лошадиных сил. А может он вообще всего один будет, но вариация все-таки того, что он будет один, слишком мала. Но динамика все равно будет хорошая, при всем при этом, исходя из того, какая максимальная скорость и вес какой маленький. Это будет круто, это будет явно быстрее, чем першинг. И примерно Т-69, возможно даже будет чуть-чуть быстрее, чем Т-69, а у Т-69 у нас хорошая довольно таки динамика, мне довольно таки нравится. Еще хотелось бы сказать то, что здесь будет очень хорошая поворотливость. Возможно даже около 50 градусов в секунду, но это всегда у амеров, я уже к этому привык. Так, бронирование здесь тоже очень даже хорошее, для такого подвижного танка 8 уровня, так еще и для среднего, действительно мне нравится корпус, как я уже говорил ранее, такой же как у Т-69. В ЛД у нас 102 мм, под углом 60 градусов. Ну а НЛД почти везде, кроме самого низа, имеет 102 мм по углам, под углом в 52 градуса. А, низ имеет 64 мм, под тем же углом, ну там самый-самый низ, самая малюсенькая пластинка, поэтому это не так важно. Борта по 76 мм, ну как обычно у амеров, и корма 25. Конечно, абсолютно картон, но это не так важно. Е5-му танковать не мешает то, что у него борта маленькие, там и корма, поэтому я считаю, что это не проблема. Из-за того, что корма и борта не бронированы, и танки даже быстрее получаются, потому что много бронелистов не ставят, и от этого все хорошо, все в лоб как бы наваривают, и нормально получается. Крыша, кстати говоря, корпуса у нас 51,2 мм, то есть крыша довольно-таки хорошая, вот, разве что крыша у башни слабенькая. Ну, по крайней мере, если вам прилетит плюха от арты в крышу, шанс того, что она пробьет меньше, чем у других танков, у которых крыша по 20 мм. Еще здесь, далее у нас по броне башня, конечно же, она точно такая же, как у М46 Паттона, но для тех, кто не знает, я все-таки озвучил, лоб башни 102 мм, маска орудия тоже 102 мм. Довольно-таки хорошие углы, хоть и М46 Паттон уже не очень хорошо танкует на 9 уровне, я думаю, что у Т-42 это получится лучше на 8, так как на 8 это уже более значимые цифры, тем более, если вы в топе находитесь. Борта башни по 76 мм, что стандартно для амеров, почему-то им нравится в борт именно 76 мм ставить брони, не знаю, может у них все бронелисты были по 76 мм, какие-то там ненужные они ставили именно 76 мм. Ну и корма 91 мм, даже неплохая корма, даже бронированная. И крыша башни 25 мм, поэтому если от Аты прилетят плюха в крышу башни, то пробитие будет довольно-таки часто. Орудие должно быть отличным и скорее всего это будет что-то вроде орудия М26 Першинга, только более поздней модификации. И пробитие у него должно быть чуть-чуть больше. То есть, я думаю, пробитие будет в районе 200 единиц, может конечно не ошибаюсь, может 190, но явно оно будет... Лучше, чем у М26 Першинга, потому что это орудие было намного позднее сделано, и оно было индивидуальное у Т-42, 90 мм. То есть, альфа у нас будет 240 в 100%, а вот уже пробитие, посмотрим. Ну и как обычно, хорошее голдовое пробитие. Боекомплект 60 снарядов, тоже хорошо, хватит с головой просто. УВНы, как обычно, шикарные для Амера, ну вообще шикарные для, в принципе, среднего танка. На 10 градусов у нас опускается орудие и на 20 поднимается, то есть проблем не будет. Обзор здесь будет, по логике, должен быть здесь лучше, чем у простого Першинга, но скорее всего он будет занерфлен до 400 метров. Но если, конечно, он здесь будет 410, то я буду очень доволен. Меня это очень порадует. В целом, как по мне, очень интересная эстэшка. Так, в принципе, по характеристикам все. Думаю, любителям паттана и чафика, точнее, эта эстэшка очень угодит. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, в дальнейшем я вам расскажу за топа в этой ветке. Это у нас будет одна из модификаций Т95 среднего танка. Я расскажу вам, какая, скорее всего. То есть, Т95Е6 это у нас будет спецтанк. А вот, скорее всего, будет у нас либо Т95Е2, либо Т95Е7. Об этом мы уже поговорим позже. Ну, а так, насчет того, когда это будет у нас в игре, еще не ясно. Так как разработчики сами сказали, что последующие 2-3 патча будут иметь больше контента в плане графики. То есть, у нас будет обновляться графическая составляющая. И поэтому, как я понимаю, танки будут выходить редко, либо очень маленьким количеством. Ну, я считаю, что вот эта вот американская ветка много места не занимает. Получается, танки от 6 уровня у нас, то есть, 7, 8, 9 и 10. Проблем никаких, в принципе. Я думаю, может, ее и скоро введут. Вот, ну, а так. Ребят, спасибо вам за просмотр. До свидания.